В чем ваше предназначение, исходя из знака зодиака? Часто бывает, что родители, желая удовлетворить свои несбывшиеся мечты, заставляют ребенка заниматься ненавистным для него делом, при этом искренне желая ему счастья. Малыш вынужден учиться музыкальной грамоте, хотя мыслями находится на стадионе, или посещать ненавистную спортивную секцию, желая рисовать. У каждого знака зодиака есть набор ярко выраженных качеств, определяющих судьбу. По таким характеристикам, полученным при рождении, можно понять основное предназначение человека. Если правильно использовать прогнозы и ресурсы, предопределенные звездами, можно достичь невероятных высот. И не стоит думать, что делать это нужно в детстве. Что-то поменять в своей жизни к лучшему можно в любом возрасте. Овен, из всего зодиакального круга Овен выделяется лидерскими качествами. Это главный энергетический ускоритель пространства. У Овна все будет хорошо, если он в чем-то первый, на работе, дома, в спорте, в бизнесе. Выбросы адреналина обязательны для Овна. Постоянная борьба, преодоление препятствий, отстаивание жизненной позиции. Все это обязательно для знака. Если Овен не находит выхода своей неиссякаемой энергии, он будет проявлять агрессию. Телец. Главная миссия тельца на земле – работа. Но не стоит грустить. Есть еще одно предназначение человека этого знака – наслаждаться результатами своего труда. Телец – земной знак, материальные ценности для него важны. Другими словами, тельцы умеют работать и знают, как отдыхать. У тельца можно получиться доводить все до конца, создавать красоту материального мира и получать от этого удовольствие. Знак тельца самый стабильный, самый терпеливый и устойчивый. Близнецы. Цель близнецов – познание и передача новой информации. Это самый любознательный знак, способный запомнить, проанализировать, выбрать главное. Жизненная дорога близнеца будет счастливой, если он выберет деятельность, связанную с познанием мира, усовершенствованием форм, явлений, процессов. Разбирая мир вещей, в поисках истины он выходит за пределы изученной информации и предлагает свою интерпретацию. А если близнеца оценит общество, он будет просто счастлив. Рак. Лучшее, что может сделать Рак, это стать наставником, учителем, родителем. Все, что связано с категорией, династия, семейный клан, укрепление родовых связей, это то, в чем Рак преуспеет лучше всего. Но не нужно думать, что только в этом предназначение человека этого домашнего знака. Рак отлично адаптируется в социуме, умеет лучше других передать информацию, объяснить, показать. Это созидательный знак, стремящийся поддерживать уже сложившиеся традиции и создавать новые. Лев. Лев пришел на Землю быть в центре событий, быть звездой. Его дар вдохновлять, подбадривать, восхищать всех вокруг себя. Нет Льва, который бы не отыгрывал свою главную роль. И если вдруг у Льва не получается играть главную положительную роль, он сыграет отрицательную. Это нужно учитывать окружающим и всегда признавать первенство Льва в каком-то деле. Это может быть грандиозный проект, а может быть безобидное хобби. Но Лев должен точно знать, что в чем-то он лучший. Дева. Предназначение человека этого знака, стремление к совершенству, обладание материальными благами. Дева сама выберет приоритетные направления, в которых захочет себя проявить. Но чем бы ни занималась Дева, она будет все структурировать, все поддерживать в идеальном порядке, раскладывая по полочкам. Своим примером указывать окружающим на их ошибки, помогать справиться с сомнениями. Если Дева будет помогать людям давать им наставления, осуществлять контроль. Она полностью выполнит свою программу, при этом ощущение полезности сделает ее счастливой. Весы. Весы отвечают за гармонию, всегда ищут точку согласия между собой и внешним миром. Их задача – устранять любые конфликты, агрессию, непонимание. Вместе с этим весы создают красоту, словно в противовес враждебности, предлагают смотреть на мир под другим, позитивным углом. Способность видеть прекрасное в мелочах весы способны применить в разных сферах. Но им мало самим наслаждаться красотой, они стараются этому научить всех. Скорпион. Взлеты и падения – обычное дело для Скорпиона. Он пришел в мир для движения вперед, его энергия может сравниться только с энергией Овна. Стихия воды, которой принадлежит знак, это постоянно кипящий, бурлящий вулкан. Предназначение Скорпиона справиться с собственной энергией, направить ее в правильное русло. Такая трансформация и личностный рост позволяют Скорпиону проявить себя в тех областях, где его энергия будет кстати. Работа в сложных условиях или с ослабленными людьми не уменьшит мощный поток энергии, а только усилит его. Стрелец. Огненный знак духовного лидера находится в постоянном поиске, в постоянном движении вперед. Гениальность знака в его умении ускорять людей, дарить надежду, рассеивать сомнения. Вокруг Стрельца все становится динамичным, активным. Стрелец учится всю жизнь, постоянно впитывая новые знания и применяя их на практике. Он с легкостью приспосабливается к новым обстоятельствам, находит общий язык с новыми людьми и охотно делится своими умениями. Козерог. Настоящий талант Козерога – это умение выходить из кризисных ситуаций. Он может добиться успехов в любой сфере. Его вектор развития и предназначения – труд. Ответственное отношение к делу, усердие, с которым Козерог подходит к выполнению заданий, делают его примером для подражания. Труды Козерога не останутся незамеченными. В зависимости от деятельности он получит славу, карьеру, деньги. Способность работать больше других предопределена звездами. Если Козерог перестает трудиться и учиться, он попросту начинает болеть. Водолей. Тяжелая воздушная стихия водолея делает людей, рожденных в этот период, инакомыслящими. Он не боится разрушать стандарты и бороться со стереотипами. Всегда имеет свое мнение. Создавать новое, не признавая авторитетов. Видеть оригинальное в привычных вещах – это талант, которым обладает водолей. Самые нелепые идеи, которые предлагает водолей, в будущем становятся нормой. Своим поведением водолей служит вдохновителем. Несмотря на революционные нотки в характере, это очень сострадательный и гуманный знак. Рыбы. На долю рыб выпала одна из труднейших задач – духовная гармонизация. Рыбы, словно творцы, способные, пропустив через себя боли переживания, донести до окружающих правильное понимание истины. Звезды сошлись таким образом, чтобы эмоции рыб могли реализовываться даже тогда, когда застенчивый знак не в состоянии словами выразить свои чувства. Через искусство, через стихи, картины, музыку рыбы смогут донести всю глубину и чистоту души. Творить – вот предназначение рыб. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.